Стартовый сигнал дан. Первый маневр игроков на поле называется разбежка. Пинболистам нужно как можно быстрее занять свое место за той или иной фигурой. Эта фаза длится доли секунды, и уже здесь игроки стремятся поразить как можно больше соперников, после чего в ход вступает та самая заранее продуманная командная тактика. Задача максимально поразить количество игроков команды противника, пройти на базу команды противника и нажать кнопку. Турниры по пинболу проходят по дивизионной системе. Каждая команда играет три отборочных матча, и по их результатам определяются участники полуфинала и финала. Если в подгруппе больше 11 команд, играются еще и четверть финала. Таким образом, за один игровой день команда принимает участие как минимум в пяти матчах. Если по времени говорить, средний дивизион – это где-то пять матчей по 40 минут. Чтобы вы понимали, это вам не футбол, но в общем, где ребята сгоняли 90 минут и все отдыхают. Это целый день напряженной спортивной работы, где команды соревнуются и в тактической, и в физической подготовке, и в личной подготовке, доказывая на поле, кто из них лучше. Игровые минуты на поле проходят быстро. Игроки придерживаются принципа, что цель, которая движется медленно, легче поразить, чем ту, которая движется быстро. Отсюда и колоссальная скорость на поле. Переговоры игроков заглушают сотни выстрелов одновременно из десяти маркеров. Баталиям на матчах предшествует еще несколько этапов. Команды начинают готовиться к выходу на поле за несколько часов. Поле открыто к просмотру. Такое понятие существует в пинбольном турнире между основными его этапами. В эти 15-20 минут на территорию, на игровую территорию, могут выйти команды, которым только что предстоит отыграть средства массовой информации и посмотреть, собственно, само поле, расстановку фигур, попробовать обсудить тактику, размяться. Наша съемочная группа не упустила такой возможности побывать в самом эпицентре событий – Кубка Москвы по пейнтболу. На турнире у команд есть возможность поработать с тренером-консультантом. Уже не первый раз наставником Саровчан становится Денис Голев – игрок профессиональной пинтбольной команды «Русский легион». Денис – член национальной сборной, действующий чемпион мира, обладатель Кубка мира и других спортивных регалий. Приезжая сюда, мы встречаемся на поле, выходим, у нас есть предустановленная схема поля, относительно которой мы знаем, куда может бегать соперник, куда можем бежать мы. И, соответственно, я стараюсь рассказать сильные и слабые стороны поля, привязать игроков, зная их особенности. В отборочной серии игр нашим спортсменам удалось без проблем разделаться с соперником и обыграть ближайших преследователей с сухим счетом. Команда и тренер сделали ставку на полуфинал и финал и не прогадали. Пейнтболисты старались не задумываться о том, какой противник их ждет на поле. Саровчане были нацелены только на победу. Хочется сказать слова благодарности непосредственно профсоюзной организации ядерного центра «Сарова», которая поддерживает свою команду «Реактор» с таким хорошим звучным названием. Уже на протяжении многих лет позволяет, во-первых, этой команде принимать участие в всероссийских соревнованиях. А хочется сказать, что команда занимает топ-лист в своем дивизионе. Отличная подготовка и плечо друга как на поле, так и вне его. Благодаря сочетанию этих факторов игрокам клуба «Реактор» удалось выиграть полуфинальный матч и попасть в финал. В последнем поединке счет после двух игр 1-1. Судьбу золотых медалей решил овертайм, в котором удача отвернулась от наших спортсменов. И саровчане буквально подарили победу своему сопернику. Результат – почетное второе место. Сегодня команда играла на очень высоком уровне. В том плане, что у нас выстроилась хорошая коммуникация. Мы вовремя доносили информацию друг до друга. У нас хорошо получалось отстреливать соперника. И, в принципе, было мало ошибок. По крайней мере, в отборочной серии. И, в принципе, ребята молодцы. Включая меня, мы все, мне кажется, качественно выполняли постановки нашего тренера. И это, собственно, привело к победам. Результаты российских пейнтболистов на мировой арене поражают. Мужская сборная – действующие чемпионы мира. Женщины занимали высшую ступень пьедестала почета три раза. В этом сезоне нашим пейнтболистам не было равных ни на ветеранских, ни на мужских, ни на женских мировых первенствах. Судьба золотого для российских спортсменов сезона решится в сентябре на мировом юношеском чемпионате. Кто знает, возможно, когда-нибудь ряды национальных сборных пополнят и саровчане. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.